привет ребят с вами император прайм ребят сегодня решил давно не снимал короче вот какие-нибудь там до комментарии по поводу принципе что происходит формате вчера вот был стрим там гонял в клейк немного люди заходили рассказывали ход фикси по обновлению 0.25 в армате некоторые говорят пишут типа ты что там с армата завязал еще что там фу как сказать ну на самом деле то завязал очень давно ну как давно нового это три месяца может быть больше уже потому что катая более-менее war thunder так как все танковые движухи я откатал как говорил уже я очень много 40 тысяч боев world of tanks откатал я ребят за два года два года потратил в армате в принципе все выкачано в армате дальнейшего изменения каких-то и улучшений я не вижу вижу только улучшение какие-то хрен пойми что если честно вот поэтому немного скажу свое мнение опять же что мое мнение я никому его не навязываю то во что хочет кто-то играет и это всего лишь игры но но тем не менее большинство гоняет и все остальное тем более проект армата мне нравился нравится наверно до определенного момента об этом немного попозже и расскажу сейчас о том принципе какие вот тут изменить да некоторые изменения тут вышло на 25 я честно я зашел в обновление 025 и я там практически ну ни хрена не видел ну вроде бы вот такие вот списки тут целы до что-то там пишут но на самом деле я ничего не вот так вот по геймплею по графике по оптимизации по балансу который был обещанный что типа оказывается потом сказали что он до конца не доработан то есть чтобы в одной команде было примеру взвод и во второй то есть эта фишка должна работать стопроцентно теперь пишут что этот алгоритм надо доработать ну как можно не сделать чтобы в одной команде был взвод и во второй тоже вообще просто из изи как всегда привожу такие прям межгалактические скажем так примеры потому что реально в космосе летают телескопы там хаббл короче и всякая остальная хрень который ищет другие планеты экзопланетами называется некоторые уже похоже на землю такие как кеплер 22b вот и тому подобное кому интересно можете загуглить в интернете и все остальное в ютюбе но у нас дело не о планетах а современных вообще технологиях и все остальное чему принципе человечество шагнуло вот и на чем принципе проект армата остался в пещерной в мем как когда там эра грёбаная мезозойска или что-то вроде это если не ошибаюсь правильно мезозойска но в общем короче во времена динозавр почему ну потому что ну как-то непривычно и говорю очень современной технологии того в космосе летает фишка который еще другие планеты а тут фишка вот блин текстуры вот мне вчера написали что проваливаются танки под текстуры или снаряды стреляешь разов 10 и снаряды все пролетает на сквозь танка сквозь танк как это так как поэтому было было тут от это поход фиксу ребят вот сегодня 21 20 число вчера кавказский конфликт мне честно первый вопрос от возникает какого фака мазафака вот происходит вот вот это вот 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 это режим спецоперации это танки это мужское такое скажем так движуха чтобы стрелять лупить проводить время и все остальное зачем танки превращать в какой-то мморпг какие-то квесты выполнять какие-то миссии за какой-то там грёбаный камуфляж и все остальное за того что он там в змеиной кожуре будет какая-то хрень короче ну блин я не знаю зачем вы тратить месяца на то чтобы создать какую-нибудь главу в которой ты ее проходишь за 30 минут 30 минут ее прошел и забыл ну может быть если там прям выполнить штампра задротить надо выполнить на камуфляж какой-то еще всякую хрень эмблемы это да ну для меня это вообще не показать эмблемы эти можете оставить себе нафиг надо честно вот улучшен алгоритм механизма автоопределения настрой графики теперь для настроя качества графики средний и высший вертикальный сигнал зайца включается по умолчанию он это мелочи ни о чем это ни о чем к оптимизации вообще не относится исправлена отрисовка машин под управлением ладно такая херня вот самое главное по ходу что связано с абрамсами что тут у нас углы склонения в т5 углы склонения орудия в лобовой бортовой проекции теперь составляет минус 8 вместо минус 6 ну хорошо ладно а вот по абрамса внесены изменения брони уровня нлд после установки в 0 на 25 были с типа танки ощутимо хуже пробивались в нлд и поэтому нлд расшили в пухи пра еще такая тема не знаю есть нету бронирование да чтобы смотреть формате вот это очень смешная тема на хрена но надо танки пробиваются в хлам просто ты можешь вот так танцевать короче боком выкручиваться тебя пробивает нера вообще без разницы как в этот танк опыт и хрени т и вообще просто без разницы реально просто все пробиваются легко причем легко вот так можно играть вот так вот одним глазом короче и хреначить а можно второе так щипишь прищурить и одной рукой только стрелять и даже если он дым и выпустит все равно через дым и лупят вы все это прекрасно знаю но неужели нельзя переделать систему бронирования в хлам ну реально для меня с первого по десятый уровень об это все одинаковые все у всех огромное нлд кроме всяких советов до 72 км сакетом потом у них пониже короче поэтому они даже круче в плане т-14 аромата потому что у т-14 аромату такое вот и нлд а у мэски вот такое и уже тяжелее мску короче пробить неужели нельзя как-то частично сделать пиксель на короче вот эта часть она до пробивается вот это не пробивается вот тут пробивается а тут не пробивается какой-то такой разброс до пятнистая типа вот ну согласитесь уже как-то человек бы начал изучать бронирование что вот эту точку пробьешь вот это не пробьешь какие-то точки и все остальное я видел как топы последний раз на стриме я катаю раз в неделю захожу на 10-20 минут и выхожу к тедрине фене вот так вот когда запускаю стриме то я запускаю его опять же ну ты ушел а что ты в играешь да я не играю я просто захожу иногда стрим делаю и все потому что люди просят для того чтобы пообщаться люди приходят им интересно посмотреть ну и принципе я оцениваю как бы принципе оцениваю я не играю просто оцениваю знаете как какой-то там золото еще какой-то просто ценитель оценил ага качество все дела там и принципе вышел ничего не заметил сверхъестественно и вышел но не буду теперь оборвать и принципе все все ясно ничего не продвигается графика оптимизация бронирование матчмейкер долгая вход в игру очень все печально очень все печально почему мезозорской эре все остается потому что как бы ну блин ну согласен но есть очень много разных игр ребят я я под видео оставлю примеры примеру классные графики с охрененной оптимизации даже те игры которые показывали на е3 там которые выйдут или которые принципе уже существуют но неужели сам нельзя создать или вообще перейти на это на другую какой-то движок да короче будет сложно да но если геймплей скорость все добавить все будет классно все охрененно тяжело стримить мне даже стримить тяжело не могу я стримить когда она подлагивает когда дергается в столкновении вообще карта перегревается реально она перегревается ты просто заходишь но тебя не выкидывает но у тебя просто фпс из 60 падает до 30 как может короче блин упасть 30 фпс и представляете что такое это то самое что вы купили машину спорткар гребаный который например уедет 300 километров в час вы проехали сраных 50 километров и вас вместо 350 300 километров автомобиль едет 150 и ты ему гашетку давишь а он не едет он 150 и дальше не едет потому что движок переглялся играет если дальше то он там сгорит там тенденты лампочки все моргает и все вот это то самое даже в сталкачей нельзя нормально поиграть потому что дергается дабы 21 век что какое дергание может быть о чем и эти вот факторы они капец как влиять на то чтобы просто ну ну отбивает все желание игра прикольно геймплей все знают что прикольно армата прикольная по поводу финансовых бабла короче можно не укладывать нормально играть все прокачиваю все до хрена все принято но сука криворукость жопорукости ту порога с жопа кривость создание или движка вот этого ну как-то но он вообще ну просто не вставляет когда ты примеру поиграл другие проекты или просто какие-то просто и игру на прохождение кампанию и ты понимаешь что ты кайфуешь играешь и у тебя такая графа ты просто охреневаешь у тебя все тянет ну когда ты заходишь в армат у тебя ничего не тянет и теперь вернемся к тому чтобы ребят ну к чему вернемся вернемся к тому наверное что после выхода так как я знаю вар тандер потому и будут про вар тандер поэтому для меня на в данный момент лучше игры по танкам не существует именно с того момента когда вышел современные танки Начали вводить в War Thunder Потому что в War Thunder Это просто надо бить Никто не поймет, некоторые люди пишут А я, War Thunder херня, мир ваншотов Да, это была херня, короче Я в нее не играл, честно я вам скажу Я не играл, потому что она меня раздражала Выехал, убили там это туда-сюда Но сейчас все поменялось На самом деле не так уж и просто танки убить Да, если чуваки Знают, куда пробивать танк Но, есть одно но Можно и 10 раз стрелять по танку И ни хрена ты ему не сделаешь Будешь критовать там что-то, повреждать То есть танки в War Thunder Живут намного дольше, чем танки С 4000 хп в армате Вот в чем беда Плюс нормально Огнетушители срабатывают Оптимизация, но самое главное Что современные танки С охренительной стабилизацией Можно ехать на ходу И просто хренатить белке в глаз С охренительными звуками Пулеметами там И всем остальным И с охрененной скоростью То, чего все любили в армате Еще до 0.18, когда танки Быстро ездили с бешеной скоростью Еще когда угол обзора уменьшали Что танк вытянут, чтобы он прям быстро летал Сейчас танки War Thunder Шестого ранга Они ездят Со скоростью как Воблы и Визеля В армате Это ОБТ Ну, я ничего не буду говорить Это надо смотреть Поэтому Поехали дальше Смотреть по War Thunder Итак, ребят Ну что же Так как я и обещал Посмотрим, что тут в War Thunder В принципе на шестой эре Ребят Ну, в краткости Ну, каким способом Вот так вот Исследование покажу М1 Abrams Появился Вот вот такой вид у него Как вы понимаете Abrams это все-таки не в армате Abrams Но тем не менее Вот такая вот машина Здесь присутствует Ребят Понимаете, да Плюс Поэтому можно рассмотреть Бронирование танка Бронирование танка Которое не так просто пробить Как говорится там Ну вот А приведеночка Все дела, ребят Очень-очень-очень В принципе можно рассмотреть Все Вот в этой игре Как раз и нужно Изучать Также Хотел бы отметить Ребят Вам, знаете, что Насколько перезарядка быстрее В армате Вот, например У танкового БТ 10 уровня Вообще Ну, такая Скажем так Большая перезарядка По сравнению с здесь Здесь у нас Смотрите 6,5 Изначально вообще Было по 5 секунд Ну, то есть Это прям вообще Трешак Поэтому Немного Чуть больше сделали Поэтому прям капец Тем не менее 6,5 секунд Понимаете Мощность двигателя 2058 2058 лошадей Представляете С какой скоростью летает Чтобы вы понимали Как оно В принципе летает Я сейчас вам продемонстрирую Но также Хотел бы показать И Другие Некоторые танки Такие как Просмотр Смотрим Это Немцы Леопард 2К То есть Вы понимаете Да Какой он вид у него И все остальное И также Они ездят с большой скоростью Плюс 8,7 УВН Точнее 8,7 Перезарядка Минус 9 УВН Все как надо Вот знаете Как я смотрел Последний раз На стриме Когда катал В Армате Я смотрел Как топовые альянсы Это просто Жесть Они танкуют Знаете Просто реально Чем они танкуют И последний танк Вот сейчас Покажу на нем Чем танкуют В Армате Танкуют Просто Вот этой частью Вот 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 так Вот так Вот если отрезать Башню Вот Вот этой Понимаете Они даже Корпус Весь Прячут За холмами Потому что Знают Что их Пробьют Брони То нет Просто Вот так Вот топы Реально Стоят И просто Прячутся Я просто Охреневал Как вот Потому что Страшно Сука Выехать Ты сейчас Выедешь И получишь Люлей Ну как бы Вот так Что еще Советы Ну советы Да Советы Покажу Еще советов Ребят Тут немного Совета У нас Тут Т-64Б Вот Внешний вид Т-64Б Плюс Он еще В ДЗ Будет У меня там Такача И будет В ДЗ Вот Вот такая Короче Машина То есть Чувствуется Да Какое Оно Есть Но Самое Главное Что я Говорю Что Вот эти Начали Появляться И то есть Там Уже Появятся 100 Пудово Т-80 Т-90 Короче А может Быть И Армата Поэтому Мы Перейдем К Амерам И я Продемонстрирую Абрамс Ну Который Это Премиумный Танк Кстати Премиумный Танк Здесь Не так Уж В принципе И по баблу Дорого Стоит Ребят Самый Дорогой Прем Танк Это 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 Хм Который Который Появился В Абрамс 3000 Рублей Но Хочу Сказать Сразу Ребятам Не надо Все Прям Качать Только Такое Что Видите Нажимаешь И справа Ниже Написано Максимальная Эффективность Исследования Техники С первого По шестой Ранг То есть Вы купили Прям танк И выкачиваете Вот этот Вот этот Вот этот Вот этот Вот этот Вот этот А не Катаетесь На М6 А1 А выкачиваете М4 Следующий Вы Выкачиваете На премиум танке Все вот эти Вы за месяц Можете Все реально Выкачать Ну А перейдем Нет Давайте Короче Я Для демонстрации Для демонстрации Чтоб вы понимали Сменю технику Один из Премиум танков Тоже возьму Ну без разницы Короче Просто Возьму Этот танк И Поедем Как говорится Пробный выезд На полигон Ребят На полигон Ничего такого Что вы понимали Насколько Короче Раньше было И почему я сейчас Говорю Что в принципе Сейчас огонь Огонь В плане танков И самое лучшее Стало Потому что Здесь появилось То что есть Вармате Мы как хотели Или вармате Чтоб был движок И оптимизация Вартандера Примеру Потому что Самая классная Графика Вартандера Или Чтобы геймплей Арматы Был С такой графикой То есть Геймплей Арматы Переместился Вартандер Я бы сказал Каким образом Но по крайней Не на Этих Первых Скажем так Этапах Смотрим Стабилизация Стабилизация В башню С Т29 Вот этого Вот этого Убогого танка Я Только Повредил Понимаете Это Это танк Вообще Короче Милипиздрического Уровня Я Это просто Хрен Пятый ранг Стреляю Танк Наверное Вообще Второго ранга Понимаете Да А то и первого С двух Выстрелов Детский Танчик Убил Вот Говорят Мир Ваншотов Ну А это Так Вообще Вот Давайте Короче Ради Прикола Чтобы вы Понимали Что все Таки Не мир Ваншотов А все Зависит Скилл Зависит От того Как Вы знаете Бронирование Танков Честно Я сам До конца Все Еще Не Потому что Я только Вторую Нацию Докачиваю И скоро Начну Крик Вот Немцам Как раз Советую Качать Тичо Амеров Немцам Очень Быстрые Танки У советов Блин Единственный Минус Мощные Танки Но Минус У Последних Рангов Ну Вообще Танков Т-64 А-64 Это Ну Задний Ход Очень Плохой Попадание Справа Показано Что Я Влупил В пушку Наверное Плохо Видно Вон Короче Ребят Ну Не будем У меня Камера Вверху Наверное Да Ну Ладно Не будем Смотреть Это Наверх Без разницы Просто Смотрим Что он Весь Гребаный Красный Вы понимаете Это Немецкая Херня Просто У меня Топовое Топовое Все Снаряды Все Стреляют Топовым Снарядом Вот Самым Топовым Бронебойным Снарядом С бронебойным Наконечником И баллистическим Колпачком Вот Смотрим Бронирование Красное Красное Вот Где броня Мать его Так Почему Нету Ну Это Как Пример Я же Не выбираю Не надо Гореть Вот Вот Пример Зеленое Попадание Зеленым Не убил Этот Гребаный Танк Нормальная Тема Просто Ненормально Стреляешь А ему Похрен Зеленым Горит Ес Ушаталь Но Также Совет Стрелять Вот Сюда Ребят Чтоб Его Убить Вот Прям Вот 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 Эту Точку Где-то Вот Сюда Ну Вы Слышите Как Лупит В принципе Пушка Да Смотря Как Вы Перешли В Такой Вид Короче В Такой Вид Да Биноклем Когда Рассматриваете Цель Деревья Не блестят Как Раньше И Смотрите Как Лупит Вот Давайте Сейчас Ну Так Пускай Будет Звук Слушаем Баба А пулемет Ну То есть Как Было Так Но Все Рано Скорость Вы Видели Как У Танка То есть Такая Более Медленная Корпус Длинный Не сильно Поворотливый Каждый Танк Здесь Уникален Но В Армате Танк С Первого По Десятый Блин Одинаковый Просто Реально Бронирование Одинаковое Все Одинаковое Вообще То Здесь Каждый Танк Просто Уникальный Разное Бронирование Разное Все А теперь Смотрите Что Самое Кайфовое Берем Вот этот Гребаный Танк Пробный Выезд И Чтоб Вы Заценили Скорость Чего Не Хватало Хотелось Чтобы Такое Было В Армате С Такой Графикой То Что Есть Скорость Скорость Быстрее Чем Все Остальные Сейчас Все Видите Не Буду Ничего Говорить Я Просто О том Рассказываю Что Когда я Играю В В У Ничего Не Глючит Ничего Не Лагает Все Оптимизация Все Дела И Смотрите Для Этой Игры Башня Крутится Охрененно Учитывая Что Он Не Знаю Это Очень Круто 74 Километра По Полю 74 Смотрите Попал Попал И Вот Вот Место Где Я Попал Вот Видите Вот Осталась Дырка А как Горит А Смотрите Как Взрывается Все Красота И Ничего Не Лагает И ППС Не Просаживается И Похрен На Этот Огонь Смотрите Стабилизация Вы Понимаете Танк Едет 65 Километров Попал Впереди И Поджег Можно Еще И Его И Этот Башня Отлетела Смотрите Как Башня Отлетела А Вы Курси Что С Башней Можно Делать Сейчас Покажу Смотрите Опачки Я Спрятал НЛД Понимаете Что Башню Можно Еще И Тащить Танк Ух Ты Ядрит Твою Налево Я Кажется На Башню Наехал Вы Подумайте Как Ползает Смотрите Как Физика Все Работает И Как Ползает Ползают Танки ОБТ Сейчас Даже Попал Поджег Через НЛД Нормально Если Был Человек Он Потушил Его И Все Дальше По И Главное Вот Следы Вот Снаряд Остался Понимаете Даже вопрос Не возникает Почему Я его Не убил Потому что Я Дебил Значит Стреляю Не туда Куда Надо И Ты Можешь По Этим Штукам Оценивать Понимаете Оценивать Что Почему Как Ну Разве Неплохо Я Не знаю Вот Быстрая Перезарядка Также Артиллерию Можно Убить Я Не знаю Вот Танк едет Вдали Вот Это Уничтож Давай Как ЗСУ И Артиллерию Вызываем И Обстрел Артиллерии Сам На себя Вызвал Ребят Бабах Что Остается Остается Вот Такие Вот Ворота Ох Ты Ёб Твою Мать За Вот 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 Дымовая Завеса А Это Не Дымовая Завеса Ребят Следы Остаются После Эти Блин Даже Докопаться Не к чему Смотрим Что у нас На четверочке На четверочке По-моему Если не ошибаюсь Дымовой Снаряд Готовь Дымовой Снаряд Берем Дымовой Снаряд Ну На Амбрамсе Он там Все есть А тут Короче Можно Дымовым Снаряд И берем Вот так Делаем Смотрим В плане Дыма Че ты Мудар О Нормально И сравниваем Какие дымы В Армате Какие дымы В Вар Тандер Ну Теперь Пускай Попадут Ну Пускай Теперь Попадут По мне Враги А То есть Вы видите Насколько Дымовая Тема А я могу Еще Так Потом Вот так Сюда А Перезарядочка То просто Охренеть Какая Быстрая Набрал Седей Дымовых Снарядов Устроил Тут Хиросиму Нигер Сраки И нормально Ну а Еще Ищи Ветра В поле Ищи Меня Вообще Хер Кто попадет Если Вы попали В поле И вам Надо Срочно Спеклять Да У этого Танка Задний Ход Просто Охренеть Отходишь И пошел Задним Ходом Он Минус 46 Ты Че Ты Охренеть Ты Уже Полицейский Разорок И ты Уже На другом Конце Города Спеклял Поэтому Сейчас Титанки Как ездят Очень А Леопарды Еще Быстрее Ездят Представляете Поэтому В Армате Они просто Ползают РБТ И для Меня Вот сейчас Вот это Поэтому Я и хотел Показать Рассказать Высказать Своё мнение Ну а На этом Ребят Все Я буду Заканчивать Если возникли Вопросы Приходите На стримы Подписывайтесь На канал Кликайте Колокольчик Чтобы быть в курсе Событий Когда будет Стрим И задавайте Вопросы Как что Вычкачать Какую ветку Ну и Все Остальное Опять Может Это Реклама Не реклама Это Для Меня Это Моё Мнение Реклама Херам А мне Похер Короче Что там Кто там Что думает Поэтому Я говорю Так Как В принципе Есть Вам Решать Потому что Многие Просто Спрашивают Блин А что Делать В Протапус Работать Чем Вот Занят Это Херю Чем Занят Ну Чем Берешь Яхер Танк Только Выбираешь Какие Танки И Все Вот Так Взял И Пошел А так Вот И Поехал Вопа С Луками Хмода И Кайфуешь Вот Так В Дерево На Нахрен Снес Его Береза Иди Сюда Береза Береза Завали Мне О Поч Нихера Себе И Береза Легла Нормально Нормально Можно Еще Спрятаться Надо было Не давить Рядом Стоять Ну Как бы Вот Ну Теперь Точно На этом Все Ребят С вами Был Липератор Прайм Вот Если Было Интересно Ставим Лайк И Подписывайся На канал И Подобное Всем Пока И Пока Для Меня Это Игра Самая Лучшая Из Танков Поэтому Я Решил Этим Ползали Ну Херня Была Честно Такие Короче Медленные А теперь Есть такая Вот Кайфушка Поэтому На данный Момент С выходом Новых Современных Танков Которые Еще Будут И новее Новее ЕМС Будут Выходить И Вид Вы Видите Это Не Пластмасса Видно Что Это Танк Солнце Светит Плюс Солнце Здесь Не Просто Светит А Еще И Двигается Мне Кажется Это И Так что Все Всем Пока Пока С вами был Император Правиль Ставьте Комменты Свои Почитаем Что вы Пишите